Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Больше взяточников стали выявлять в Кировской области. Число расследуемых коррупционных преступлений в этом году выросло более чем на 30% и растет цифра на протяжении трех последних лет, рассказал руководитель областного следственного управления Андрей Виноградов во время встречи с главными редакторами СМИ группы компании «Инмедиа». Цитирую. «Если руководитель, который совершал преступные действия, думает, что после ухода с поста его не настигнет наказание, то он ошибается», — сказал Виноградов. Общее число расследованных преступлений коррупционной направленности за 10 месяцев этого года составило 155. Такую цифру ранее приводили в областном следственном управлении. Фигурантами дел становились сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций, органов Министерства образования, Минтранса, Минприроды, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, члены избирательных комиссий и другие недолжностные лица. В Кировской области хотят построить семейные поселки с деревянными домами. Идею обсудили на заседании Федеральной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства. Губернатор Александр Соколов, который выступил там, отметил, что наш регион намерен развивать деревянное домостроение. В Кировской области порядка 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. При этом стоимость квадратного метра такого жилья порой в полтора раза ниже, чем в железобетоне, добавил Соколов. По итогам совещания была достигнута договоренность, что Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков современного типа, с удобным жильем и всей инфраструктурой для комфорта детей и родителей. Большую часть зарплаты кировчане тратят на еду, также среди серьезных трат оплаток коммунальных услуг. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами HeadHunter. 42% работников Кировской области отметили, что самая большая их трата – покупка еды. 36% опрошенных среди самых больших трат назвали коммунальные расходы. 30% опрошенных сказали, что существенную часть зарплаты отдают на погашение ипотеки или аренду жилья. Стоит заметить, что так чаще всего отвечали кировчане от 18 до 34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения. Остальные траты работников Кировской области разделились следующим образом. 18% на детей, 10% на транспорт или автомобиль, 8% на лечение и лекарства, 7% на досуг и отдых. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов попадали одежда и обувь, образование и уход за собой. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.